В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Важная вещь сегодня обнаружилась. Я хочу сказать о ней отдельно перед началом службы, потому что, тем более, вам кто-то еще на подходе, задержка вышла, но она продуктивная. Есть церковно-славянское слово «единомыслие». Известный Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин написал, помнится, памфлет о введении единомыслия в России. Довольно сердитый, но, как всегда, остроиме там больше, чем в сердитости. Мы неправильно понимаем его на русском языке. И я знаю, что есть священники, богословы, которые считают, что причащаться можно, когда мы единомыслены друг с другом. Что напоминает мне спор Плеханова с Ульяновым о том, что сперва – пролетариат или диктатура. Плеханов считал, что сперва развить капитализм, пусть появится пролетариат, и тогда будет диктатура. Владимир Ильич считал наоборот – сперва диктатура, из диктатуры рождается пролетариат, и потом уже социализм тоже появится. Так вот, единомыслие. Мы здесь все с одной единственной мыслью, и эта мысль нас объединяет. Подойти к Богу, прикоснуться к Богу, дать Богу войти в нас. Вот оно причащение. Это жизнь Божия, мы сегодня с ней встречаемся. Вот та единомыслие, та одна единственная мысль, которая нас сегодня здесь собрала. Ну, понятно, что это единственная мысль. Она единственная, но за ней же огромный внутренний мир каждого из нас. Я могу показать пальцем в любого из вас, почти, нет, наверное, даже в любого, и сказать, что вот с этим человеком мы не согласны, в этом по-разному думаем, в этом по-разному думаем, в этом по-разному думаем, вот, и так далее. Ну, думаем и думаем. И были какие-то разномыслия, серьезные, глубокие, и многие из них остаются. Ну, остаются и остаются. Так в этом и смысл пришествия к Богу. Не в том, чтобы мы стали как оловянные солдатики, не в том, чтобы мы стали как кусок глины, в котором каждая частица похожа на другую. Отец Александр Венин в свое время в один из диафильмов в качестве символа церкви поместил, не без юмора фотографии, в Венегрета, а можно поместить и многое, что другое. Но на самом деле ничего более разнообразного, чем 10 человек, собравшихся в одной комнате, нету. В сравнении с тем, что внутри у нас Венегрет – это просто кусок бетона. И все. И внутри нас огромные миры сталкиваются друг с другом. Прежде всего, мир ненависти, мир любви, мир трусости, мир смелости. И мы все, и это не означает, что мы больные, что мы приходим сюда и говорим, Господи, сделай из меня вот кого-то вроде Рахметова, кого-то вроде Голдемея, чтобы мы были цельной натуры. Да упаси Господи, только этого нам не хватало. Если мы думаем, что ну там, святая Наталья, которая по преданию, по преданию позднему, говорила своим детям, что дети, ну иди, иди, ты первый, на эшафот, вот тебе первым отрубят головинку, а потом я подойду, не бойся за Христа. Даже если бы это было, но я надеюсь, что ничего такого не было, и реально ни один ребенок святой Натальи не пострадал. Вы что думаете, у нее внутри было вот то, что она говорила? Она сходила с ума от ужаса. Вот и все. Может быть, поэтому она так и сказала, потому что детства было некуда, все равно бы их всех поубивали. Но остается вот то, что она сказала. Так вот, мы причащаемся едиными усты и единым сердцем. Но это единство в чем? В смирении. В смирении перед тем, что нам предстоит вечная жизнь. А вечная жизнь, акцент на слове «жизнь», это не вечность статуи из гранита, которая стоит, и она не вечная, потому что дождь и ветер все равно ее разотрут и будет песочный пляж. Это вечность жизни, хрупкой и чрезвычайно разнообразной. Но это разнообразие, разнобой в нас, это и есть образы подобия Божия. Вот мы не можем понять тайну Пресвятой Троицы, и не можем понять тайну себя. Но наши внутренние противоречия, все то, что психотерапевты пытаются описать, чтобы вылечить, они же не лечат разнообразие, они лечат как раз превращение человека в чугунную болванку. Это патология. А Господь нас исцеляет, наделяя вечной жизнью здесь и сейчас. И тогда наша любовь к другому основана как раз на том, что другой, удивительный, это целая вселенная, а будет еще больше. Поэтому мы причащаемся и вслед за святым Семеном Новым Богословом мы говорим, что ты, да, ты пройди вот до кончиков пальцев, пройди в ногти, пройди там в печень, в почку, довольно длинное анатомическое перечисление. Вот. И мы говорим, и в мозги пройди, чтобы в мозге, чтобы в мозгу была свобода, свобода всегда, содержащая в себе радость, что другой свободен, что в другом вот это изобилие жизни. Вот это разномыслие, разномыслие и наши единомыслие, единосердичие, они для того, чтобы это разнообразие нарастало, а не уменьшалось. И чтобы любовь наша была не любовью пошлой, не любовью примитивной, плоской, а чтобы это была любовь сочная, живая и готовая к вечности. А иначе мы не вынесем вечности. Мы закричим, хотим в ад, там все понятно, как у Данте. А в раю будет все непонятно, потому что вечность, она открытая для роста и меня, и другого. Так что будем просить у Бога вот этого расширения сердца, смирения ума и радости всего нашего существа, что не только я сложный, загадочный, таинственный, мощный, но и другой такой же. Поэтому прежде всего, что бы другой не сделал, адвокаты говорят обоснованные сомнения, презумпция невиновности. А точно ли он хотел сделать зло? А мы скажем обоснованная уверенность в том, что что бы ни сделал человек, он это сделал, потому что он человек, потому что он образ Божий, он стремится к Богу. Другое дело, что он может оступиться, он может неверно направить эту энергию Божьей любви и Божьей вечности. Ну, терпение, смирение и молитва Бога, чтобы все наладилось. Ну, уж, конечно, и ненависти, и так далее. Извините, но я думаю, что действительно можно сказать, было бы сейчас. Хорошо? Спасибо. Продолжение следует...